всем привет нахожусь здесь расовхозе школа 55 здесь находится где-то сейчас пойду на улицу забайкальская 2 с байкальского 1 может поснимали ну и все в принципе дальше не поехал здесь вышел решил потому что но смысл дальше ехать сейчас снимаю на 50 миллиметров от канона сейчас мы пойдем улицу совхозную снимать улица в кузне так вот здесь люди живут смотрите здесь довольно таки в лесу люди живут и здесь не жарко сегодня погода солнечно хороший здесь нету солнца то что здесь ну так вот здесь вот просто здесь потому что в лесу в тени так вот здесь люди живут дома строят обычно здесь люди коттеджи строить двухэтажный просто в лесу здесь жить вот например вы дачу здесь построили дом какой-нибудь красивый и живете есть просто отдыхаете приезжайте сюда если у вас есть машина тогда друзья я здесь либо не хотел то есть очень далеко я сюда ехал тоже далеко в принципе 16 маршрут туда близкой быстро едет а если вы будете на каком-то другом на маршруте тут раз я ездил зимой на другом маршруте наш на двадцать седьмом к закон вообще долго ехал здесь он через улицу макроу сворачивает просто туда в бок и ты уже смотришь ты уже здесь ребят реабилитационный центр проезжаешь раньше это был р к здоровье просто там люди здесь для детей отдых делали сейчас пройдем улице поснимаем пока сегодня жарко автофокус не знаю как справиться здесь плоховато срабатывает автофокус на этом переходнике концепт переходник канон 50 миллиметров вот такие здесь лес кругом идет просто лес люди такие дома сьеску строят пока что не достроено что же второй этаж будет строить вида мансардного сделать лес идет так что идем снимаю давно не было прогулок времени никак не хватает то там съемку просит то здесь съем люди конечно мне в комментариях написали извините доната типа не можем скидывать мы все в кредитах живем там кто-то написал вот видите ну так в принципе почему люди могут доната скидывать если 50 рублей скинут это же немного просто не надо я не знаю они почему мне доната не скидут то что через почта банк когда отправляешь например через сбербанк то там естественно процент какой-то идет два процента или сколько там украши люди мне охота с этим мазиться смотри здесь какой дорога сделали здесь вот так вот дороги все сделано здесь здесь чтобы дорогу делать там не будет наверно в лесу делать лесу зачем вот здесь дорога хорошая идет не знаю поселок это или не поселок я думаю что это не может поселок в принципе здесь же тэц находится вот на таком я автобусе приехал сейчас увидите его едет автобус огромный автобус вместительный хороший не жарко кондиционеры там установлены все как бы нормально хорошо доехал я на льва 3 садился на льва 3 и здесь все перекопали на центральном рынке тоже какой-то ремонт идет то есть сейчас везде все что-то ремонтируют сейчас в ланды хотят переделывать я не знаю не уже года два назад говорили чтобы центр переделывать ну может в 2030-му переделывают я не знаю просто за один за один год это все конечно не сделаешь это же тоже проект надо начертить чертежи там связи делать все заверить везде ну короче это долго в 2030 году только короче доживет кто до этого года не доживет 2030 столько сейчас людей гибнут умирают просто даже болезни то люди умирают людей конечно жалко да просто так люди гибнут как мухи сейчас вообще смертей вообще много здесь вот красивая природа находится прямо вообще красивая природа находится речка такая типа береза растет можно здесь просто чисто шашлычок хапнуть идем дальше снимаем короче люди сейчас гибнут просто даже не то что там куда-то на войну поехали или что куда-то просто вот заболели и все и нету человека смерть и смерть и ты что просто недостаточное сердце то сердце остановилась дух человека все людей вообще жалко вот люди хотят прожить хотя бы до 100 лет а не получается то 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 все надо люди гибнут не жалея себя работают на работе где-нибудь так вот люди живут смотрите дома хорошие обделаны двухквартирные правда ну двухквартирные тоже стрёмно жить потому что вы соседями будете ругаться кто-нибудь там вякнуть кто-нибудь звякнул и понравится кому-то так что лучше если вы хотите дом себе строить отдельно строить и чтоб соседей хотя бы на другом участке были то с ними будете ругаться 50 миллиметров объектив canon 1 и 8 диафрагму 2 и 8 поставил вот так люди живут смотрите это как советском союзе раньше такие поселки были в советском союзе вот второй наш тут поехал я не знаю сидеть маршрут маршруток много ход автобусов то конечно я по этому еду легко а так я пока не поснимаю здесь и отсюда не уеду вот видите смотрите ну домик такой маленький до маленький дом у кого-то окно открыто давно не снимал непривычно так что друзья всем рекомендую хотя бы 17 раз отжимать их каждый день по 15 раз чтобы просто быть здоровее но не хочу чтоб кто-то умирал спорт реально вам и давление уберет и все на свете и кровообращение наладить хоть какое-то хоть просто не то что будете здоровы хоть просто что вы будете в чтобы у вас сердце хорошо работала а то раньше времени умрете вообще за это вообще друзья печально с одной стороны вот так вот если подумать да люди гибнут вообще как мухи сейчас вот тот тот умер тот тот умер и ты смотришь это наш как вообще печально вообще хочет чтобы люди жили нормально почему-то стремились жили в хороших условиях хорошей среде жили а не получается то там пусть я стыд и сран везде да так что друзья живите радуйтесь жизни не скуривайтесь раньше времени не спивайтесь а то ну и нафиг здесь вот люди в таком доме хорошего живут красивый дом такой ухоженный и все дорогу будут делать рубероидом уже покрыли сходу там посмотрим 10 люди вот так вот живут ну как советском союзе кого-то бы переместились вот будут 10 дать дорогу делать приехали будут делать 10 так люди живут смотрите вот так вот медленно специально снимаю чтобы все посмотрели что потом не писали что что-то не увидели там увидели не досмотрели так что такие друзья дела выразил вам свои соболезни у них если у кого-то родные погибли ну реально вообще-то жалко людей честно скажу болезни сейчас всякие какие-то завелись вообще непонятно почему вот здесь мы видим ров такой и бабушкам здесь не обойти они перевернутся здесь надо вот так вот быстренько переходить вот такие дома строят хорошие вообще таки дома да вот такие маленькие но хорошие вот такие заборы все обделывают цветы возле дома чтобы люди шли говорили о какие красивые соседи живут здесь уже улица не забайкальская идет на какой-то улице забайкальска в тот раз 2000 каком-то двадцать первом году ли каком писали ну короче девушку одну шестнадцатилетнюю загрызли собаке что здесь надо быть аккуратным это было летом но было в сентябре где-то я не сентября но летом короче было или весну загрызли короче и такие вот друзья дела то что будьте аккуратны загрузят вас здесь собаки я сам здесь аккуратно хожу здесь магазин был поликлиника здесь смотрите поликлиника какая-то здесь клиника городская поликлиника номер 2 врачебная амбулатория забайкальскую листовхозная 33 по 83 ну сейчас да такой закон вышел если вы свою собаку оставите без присмотра ее это увезут или бы вам еще штраф выпишут того собаку одну отпустили гулять что она кого-то загрызла такие вот дела друзья план друзья обратно надо идти я пойду туда в ту степень здесь снимать ничего в людей где-то в я много в ты в а в от в в в Вот так вот, друзья, раньше в Советском Союзе и жили. Были вот такие дома двухэтажные и просто домашние. Фу, здесь воняет. Как будто кто-то насрал. Видать, кто-то яму свою грибную не откачивает. Не откачивают яму, воняет вообще жестко. Здесь еще хуже воняет. Фу. Беспредел. Здесь, в принципе, район хороший, можно ужить. Но здесь, понимаете, ты будешь жить как в деревне. Если бы вы привыкли в деревне жить, то, конечно же, ведь как бы ты и в городе, и в деревне непонятно. Это как вот жить на спирт-заводской трассе. Если в таких местах привыкли жить на спирт-заводе, там или что где-нибудь. Вот так вот. У меня там какой-то фон снимает Ну, думаю, кто я такой, типа их пришел проверить работу Там машина стояла просто с цементом И они меня снимают, чтобы я что-то плохое делаю Может, как-то выскажусь после них плохо Я не в целях своей безопасности На телефон ехали на этой машине Ну, снимали меня в цели безопасности, может, какой-то Чтобы знать, кто такой Ну, и я, друзья, ничего плохого никому не снимаю Все, снял, а ремешок мешается Не поснимать ничего нормального Вот так вот, друзья, люди живут Гаражи строят Ну, видите, что у меня крутая техника Камера хорошая Дорогая Стабилизатор все есть Подходим к ДК ДК здесь есть Это дом культуры ДК рассвет Воздух, фокус, нормально работает Что-то я совсем близко подошел к дороге Мне чуть машину не задавило Надо чуть-чуть Приспуститься Вот когда айбис поставишь на Sony камере А здесь айбис есть Если айбис выключить, то даже стабилизатор не поможет Здесь будет как бы Все дергаться То, что здесь айбис есть, это хорошо Не слышно меня, наверное, было Микрофон висел на ремешке от камеры Здесь, кстати, есть этот Кот и пес, или как он называется Или неправильно Здесь, короче, какой-то приют для животных есть Я здесь когда-то был, снимал Ну, я поначалу, брав, видео снимал Был эмоциональный И искренний, да Говорил все, что думал Это я сейчас Замкнутый стал Не знаю, как стабилизацию Вот, отрабатывать Вот здесь магазин есть Вот такой универсал Сейчас, в принципе, всю эту улицу пройду и все Минут 30 поснимаю для вас Хосмак здесь есть Хосмак, я не знаю, что такое Это, наверное, какие-нибудь там Хостовары Маркет какой-то здесь есть Улица совхозная Не знаю, центральная-то улица или нет Вот на таком я автобусе сегодня приехал Мини-маркет здесь есть, вот он Вот мини-маркет Вот на таком автобусе Большом, хорошем приехал Ну, хороший автобус, сиденье там Удобно, все там Сидишь, кайфуешь Вот дом культуры, ДК-расвет ДК-просто Вот такой вот дом культуры А если сюда такси вызывать С центра, с элеватора до отсюда Это вообще, наверное, будет дорого Вот здесь вот дом Кого-то загорел Подпалился слегонца Здесь детский садик Елочка находится Вот такой детский садик Елочка У меня уже стабилизатор нагрелся Здесь аптека, все здесь, в принципе, есть Озон здесь есть Вот озон находится Если кому надо посылку забрать Ну, сейчас, если вы озон хотите делать Вы там с ними договаривались Вам миллион рублей дают, чтобы вам озон сделать Ну, в принципе, купить, может быть, какую-нибудь комнату Сделать там ремонт небольшой И все Ну, в виде ремонт делал Такой в виде, как в озоне делают Привет Вот меня подписчики встретили Может, привет кому хотите передать? Вот здесь дом культуры находится Сейчас вам, друзья, вот эту улицу поснимаю Вот, друзья, подписчиков своих встретил Поздоровались И на том спасибо, да? Вот продукты здесь есть Здесь вот такая улица, смотрите Вот А, в принципе, эти меня, походу, подписчики и просили Зверсовхоз снять У меня много кто просил Зверсовхоз снять Вот дедушки сидят там о чем-то Чирикут, говорят Вот в Советском Союзе было круто Мы жили, мы воевали Мы строили заводы Вызводили Ох, такие, говорят Если бы не Советский Союз Сейчас бы здесь ничего не было Сейчас бы здесь никаких предприятий не было Такие, говорят Да, в Советском Союзе все возрождалось Мы были Мы хотели Мы возрождали страну После войны Мы возрождали страну Вот так и есть они после войны Знаете, как После, получается Войны После войны здесь Знаете, как вообще Советский Союз Какой крепкий был государство Если вот так вот посмотреть Оно как бы После войны вообще там ничего не было Да, получается И они все возрождали Все И заводы И все строилось Америка даже завидовала Америка настолько завидовала России Что здесь сколько заводов было Люди какие себе были работящие Хорошие Там на заводах трудились, делали Они сюда даже разных террористов Поцелали Америку Чтобы завладеть им вот этим Как машины там выпускали Да, вот То есть на самом деле Советский Союз Он был Очень крепкий Но потом, понимаете Вот эта холодная война началась Америка напала на Россию Что-то у них там конфликт какой-то произошел В Америке было много денег На то время Тридцать пятые года Даже в Америке было очень много денег По сороковые там Какие-то года у него В Америке был Очень вообще Они были богатые Естественно Они вот эту холодную войну То и начали А завидовали просто России Что у России Такое государство Такое То что там все развивается Смотрела Что там как люди Дома, машин Даже Европа Вот эти же Жигули То же самое Европа Какие-то запчасти от Жигулей Даже себе заказывала Европу Кто-то говорит наоборот Что Россия украла Вот эти Жигуля Они в принципе В Европе тоже были Только они назывались Как-то по европейскому По другому И у них чуть-чуть конструкция была другая Вот так вот здесь люди живут Ну и кто-то говорит Что наоборот Типа Россия украла технологии У запада И сделала Жигули Потому что там В той же Европе В Англии Были тоже типа В Лондоне Были типа Как они не Жигули назывались Они чуть-чуть меньше были Но они тоже типа Жигулей были Кто-то наоборот Говорит, что они у России украли Ну короче Холодная война была Это самая вообще Стремная была война И все эти Заводы Предприятия Загибали Как говорится Вот эти заводы Которые Советский Союз Все строил И строил Все Да Трудом Потом Смертями Людьми Ну короче Такие дела Друзья Потом Советский Союз Распался Распался Естественно И ничего хорошего Не было Не было Потом 90-е годы Там Или какие начались Еще говорят Что Россия Выплачивала Репарации Америки Какие-то там До 91-го года Или до какого Видеть Она всегда Видите Лидирующее место Занимала Ей всегда Надо было Выпендриться Вот это Лидирующее Мнение Что она Самое главное И все Ей все Должны Все Ну так Но она хочет Ридирующей быть Чтоб Все ей бабки Платили А она Чтоб красиво Сидела на месте И ничего не делали Америка Вообще Изначально В Советском Союзе Когда доллар Только вышел Америка Хотела Это Доллар свой Продвинуть И какое-то Даже время В России Хотели тоже Доллары сделать То есть Америка Хотела сделать Везде Чтоб доллары были Чтоб ее валюта Американская Была Везде И в Англии И везде И в Лондоне Даже Но Лондон Потом отказался От этой идеи И у них Там другая валюта Стала И все Короче Страны Отказались От ее доллара Но доллар Как бы Все равно Лидирующая Валюта Сейчас Он богатый Доллар Ценится много Здесь у кого-то Забор упал Ну то есть Такие дела Друзья Америка Хотела всех Под себя Сгребсти И сейчас Везде Разногласия Америка Тоже устраивает Он Грузию На это Грузию Тоже обманул Америка Сейчас Говорит Что типа Вот мы вас В НАТО Возьмем Вы только От России Типа Откажитесь И они Начали Эти Митинги Устраивать И в итоге Это В итоге Америка Им Сказала Кукиш Вам В НАТО Кукиш Вам С маслом В НАТО Не надо Вы Нам Не нужны В НАТО Вот так Вот Друзья Так же И Украину Говорит Ну Украина Как думает Она Почему Украина В НАТО Хочет Идти Чтоб Типа Думать Что у них Там Все Предприятия Какие Это Расцветать Начнут И это Типа Расцветать Начнет Их Не Экономика Там Процветать Там Заводы Какие-то Начнут Работать Или Еще Что-то Типа Люди Пойдут Работать Зарплаты Будут Повыше Они Так Думают Что Типа Если Они В Америку Пойдут В Европу Так же Интересно Потому Что Грузия Экономика Какая Они Только Вины Продают Грузинские Она В принципе По Экономическим Планам Грузия Не Интересна Америке Вообще Никак Наоборот Грузии Украине Там Что Каким-то Странам Армяне Армения Азербайджан Это Все Должно Быть С Россией Да Вот Все Должно Быть С Россией Тогда У них Будет Все Расцветать У Той Не пошла На поводу У Америки А была 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 Россией То Украинская Америка Она Расцветала И Грузинская И Армянская Все Короче Вот Эти Страны Которые Раньше Были В Советском Союзе Они Так В принципе И Должны Оставаться И Все Ну Чтобы Их Экономика Расцветала Чтобы Людей Были И Зарплаты Побольше Может Со Временем Кто Знаю Я В этом Не Разбираюсь Ну Просто Все Страны Вот Эти Которые В Советский Союз Входили Раньше Они Теперь Просятся В НАТО Они Хотят В НАТО Идти Ну А НАТО Конечно Это Выгодно Если Какая-то Страна Рядом С Россией Пойдет В НАТО Чтобы Они Расширяли Свой Альянс НАТО Чтобы Ставили Свои Туда Эти Орудия И Потом Свои Правила Диктовали А Россия Это Их Предупредила Попробуйте Только Где-нибудь Разместить Оружие Да Свои Рядом С Россией Ну Вот так То Правда Да Че Америке Не понравилось Когда В каком-то 70-м Или В 70-м Году Россия На Кубу Своё оружие Выдвигала На Кубу Куба Тоже Раньше Советская Была Она Уважала Советского Этого Советский Союз Америка Сказала России Уберите Пожалуйста Ядерное Оружие В Кубе И Все Они Убрали Не Хотели Просто Конфликта Так Что Вот Вот Друзья Короче Туда Уже Пришел Далеко Уже Почти Ушел Сейчас До остановки Дойду Может быть И все Такое Видео Друзья Было Небольшое Автофокус Заодно Проверили Так что Друзья Такие Вот Времена Настали Так что Друзья Это Как Уже Здесь Улицу Прошел Я не знаю Заверсовхоз Это и нет Заверсовхоз Дальше В принципе Дальше Если вы Паетесь Там Деревня Будет Нечего Будет Смотреть Так что Друзья Берегите Свою здоровье Потому что Это Как Ну Сейчас Люди Я посмотрел Что Человек За человеком Куда-то Удеваются Умирают То пропали То еще Куда-нибудь То убили Кого-то То Это Объявление Висит На столбе Что кто-то Потерялся Там Был Человек Да И бац И куда Он исчез И куда Он просто Испарился И никто Его найти Даже Не может Так Куда же Бывает Так что Самое главное Друзья Ни с кем Не конфликтуйте Сейчас В данный момент Не ругайтесь Что-то У меня Стабилизатор Уже Дергается Батарея Быстро Садится Неправильно Стабилизировал Стабилизатор Сегодня Ну ладно Дойду Сейчас Мало Осталось Я Я Зимой Помню Там Был На горе И Чуть Там Не Замерз Короче Зимой Когда Ехал Я Вообще Сегодня Думал Что я Не уеду Сюда Не приеду Потому Что Это Как Что-то 16 Не хотел Там Останавливаться Автобус Большой Он Длинный Был Он Не хотел Аварию Там Создавать Потому Что Там Рельсы На 2 3 Строят Для Трамваев Все Раскопали Там Микрики Быстренько Чик Чик Загрузят Люди Уезжают Чтобы Аварий Чтобы Не Было Улица Совхозная 33 Здесь Вообще Вся 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 Улица Она Совхозная Идет Так что Друзья Сейчас Ни с кем Не конфликтуйте Вообще Ни с кем Не ругайтесь Не делитесь Морду Никому Не бейте А то Эго У вас Затешется Да Эго Ну Эго У вас Там Затебится Эго Вы Хотите Кому-то Показать Что Вы Сильный Вы Скажете Да я Сильный Я Сейчас Сем Тут Морду Разобью И Куда-то В драку Завяжется Вы Подпившие Будете И Вас Убить Могут Даже Ну Реально Сейчас Такие Времена Настали У людей Может быть Головой Не в порядке Они Вас Пырнут Ножом Там Либо Просто Вас Толкнут Как Нибудь Ударят Вы Там Перевернетесь Об камень Застебнетесь Даже Так Люди Сейчас Умирают Вот Хотите Чтоб Лес Сгорел В Америке Уже Например Если В Америку Посмотрите Горы Там Горы Идут Без Леса Там Нет Никаких Лесов Потому Что Там Уже Все Там Все Поспилили Дома Настроили Везде Ну А Смысл Оставлять Лес Он Все Равно Сгорит Летом Жара Там Где-то За Байкальском Крае Возле Читы Да За Байкальском Крае Там Вообще Такие Пожары Из-за Леса Были Вообще Жесткие Там Были Пожары Вы Видели Там Новости Показывали Люди Аж Дышать Не Могли Там Где-то В каком-то Забайкальском Районе Люди Умирали Задыхались А окна Даже Дом Не открывали Гараж Двухэтажный Красивый После Гонца Охота Вон там Остановка Уже Подхожу Почти Сейчас Дойду До Остановки Уже Снимаю 34 Четыре Минуты Думаю Хватит Так что Кто Говорит Что лес Не продавать Лучше Пусть Его Продадут Лес Правда Я хочу Чтобы Лес Продать А то Это Кто-то Говорит Типа Лес Нельзя Продавать Мы Потом Без Леса Типа Жить Не Сможем Задохнемся Вы Понимаете Он Так И так Лес Горит В принципе Если подумать Нормально Так что Никому Не верьте В этой Жизни Делайте Все Что Сами Хотите Вам Никто Ничем В этой Жизни Не Поможет Лес Он В принципе Немой Вот Не до него В принципе Ну я Просто Знаете Что Мне Самое Обидное Что Лес Горит Лес Горит Загорается И у людей Потом Дома Горят Вот Это Обидно Просто Лучше Пусть Его Срубят Чтобы Он Не Горел Чем Это Чем Он Загорит Ну Что Хотите Чтобы Загорели Люди Ну Конечно Да Кто-то Говорит Что Типа Там Китай Лекуда Лес Увозит Ну Пусть Лучше Китай Увозит Чем Он Загорит Загорится Еще И до Кучи Люди Загорят Это Наоборот Обиднее Когда Лес Горит Люди Потом Задыхаются Там Тоже Какое Садоводческое Товарищество Находится Объектив Знаете Он такой Шумный Он такой Чик-чик-чик-чик Шумит Короче А микрофон Из-за этого Дью Чтобы не слышно Так что Напишите В комментариях Согласны Со мной Пусть лучше Государство Лес Продадит Продаст Чем Ну Конечно Знаете Что еще бы Плюсом было Еще бы давали Нашим жителям Лес Чтобы они Дома себе Строили Бесплатно Например Давали бы Лес Он же все равно Так и так Сгорит Ну или По дешевке Давали бы Лес Людям Чтобы они Там Какие-то Дома свои Строили Где-то Тоже Людям Плюс Наверное Люди Из-за этого Ругаются Что Они не могут Рубить Лес себе Брать Дома строить А продают Наверное Из-за этого Ну лес Так и так Горит Я думаю Вы понимаете Лес Он горит И сгорит Потом лес Потом рядом Забайкальская улица Один Может по ней Что Пойтись Людям Будет Интересно Посмотреть Забайкальцы Я только Не понимаю Почему здесь Забайкальская улица Здесь же Не Забайкалом Просто Так Назвали А Забайкальская Это реально Забайкалом Люди Живут Может Быть Даже Забайкалом Они Как бы Не самим Забайкалом Живут Они Живут Просто Как бы Сбоку За Байкалом Сбоку И получается Так Забайкальский Чита Да Там Забайкальский Вот Друзья Какой я Умный Познание Все Знаю Жду Конечно Просто Мои мысли Люди Конечно С этим Потом Не согласятся В комментариях Начнут писать Что я Это Белеберду Несу Ну Ладно Как говорится Даже Если Вы Что-то И Правильно Рассказывали То Люди Все равно Были С вами Это Не Согласны Потому Что У каждого Человека Мне не Отличается Даже Если Вы Что-то Правильно Расскажете Люди Все равно Могут Быть С вами Не Согласны У Людей На этот Чет Найдутся Там Не Миллион Аргументов И Фактов Так Что Из-за Этого Будьте Самим Собой Вот Продукты Здесь Стабилизатор Нагрелся От жары Сейчас Дойду до Конца Улицы Буду Закругляться Сейчас В эту Улицу Пойдем И Все Потом Зато Люди Посмотрят С этого Района Если Люди Меня Смотрят Мои Ролики Здесь Они Посмотрят Скажут Вот Нашу Улицу Здесь Снимали Так То Друзья Когда Улан-Дэ Стал Снимать Потом Начали Люди Сюда Из Улан-Дэ Вот Не Знаю Может Я Этому Устал Или Может Не Из-за Меня Блин Стабилизатор Уже Дергается От Жары Так Что Извиняюсь Если Дергаться Потому Что Это Стабилизатор Уже Не Справляется А Сейчас До Остановки Дойду До Этой Здесь Уеду Пить Охоту Только Честно С Бутоник Попить Здесь Вынес Бо Мне Было бы Признать И Даже Снимая Со Стабилизатором Вам Надо Идти Очень Медленно Чтобы Не Дергалась Картинка Люди Дайте Попить Пить Вообще Охот Рень Я Уже 40 Минут Иду Со Стабилизатором Я Как Включил Камеру Так И Пошел Снимать Не Выключал Е Вообще Женщина Дайте Воды Попить Так Вот Здесь Люди Живут Ну В принципе Хорошо Живут Ничего Против Не Имею Жить Как Говорится Везде Можно Улица Совхозная Здесь Почти Короче Улица Совхозная Забайкальск Один Забайкальск Два Улица Совхозная И Все Больше Здесь Ничего Нет Всем Друзья Спасибо За Просмотр Всем Спасибо Вон там Находится ТЭЦ-2 Вон ее Видно ТЭЦ-2 Я когда На автобусе Ехал Я ее Приезжал Труба Торчит ТЭЦ-2 Называется ТЭЦ-1 У нас В городе Находится Здесь ТЭЦ-2 Все Друзья Мне жарко Я поеду Сейчас Обратно Было 67% Камеры Стало 35 Так что Всем Пока